Всем привет! Это программа Точка.ру. С вами Юлия Черняева. И сегодня я вновь расскажу о том, чем жила Всемирная Сеть всю минувшую неделю. Обновляемся! Сегодня в программе. Был да сплыл первый снег в Самаре. Ученые Самарского университета придумали, как организовать бесперебойную связь в условиях чрезвычайной ситуации. Переводчик Яндекса оснастили искусственным интеллектом. Существует ли самый надежный пароль? А также ежик, который покорил мир. Все это и многое другое прямо сейчас. Первый снег в Самаре как зарплата. Хорошо, но мало. И хватило ровно на один день. Зато сколько шума. Такое ощущение, что фотографиями или видео первого снега в сетях не поделился только ленивый. И ведь всем хотелось показать, что именно их снег самый первый. Первее, так сказать, всех остальных. Здесь вам и дети, и животные, и пейзажи, и целые картины. Снег вдохновляет, не правда ли? Смотрим и вспоминаем, как это было. Редактор субтитров А.Семкин Я давно хотел тебе сказать. Ты кошка. Предложение продолжит расти. Ключевой новый игрок Иран. Ученые Самарского университета Дмитрий Чемоданов и Андрей Сухов, а также специалисты университетов Миссури и Сент-Луиса объединили усилия и сделали невозможное. На днях в журнале Future Generation Computer Systems была опубликована их совместная статья, где подробно рассказывается, как организовать беспребойную связь в условиях чрезвычайных ситуаций и катастроф, подобных недавнему урагану Ирма, самому мощному в Атлантике за последнее десятилетие. Предложенный учеными математический метод превосходит все существующие на данный момент мировые аналоги. Технология востребована в чрезвычайных ситуациях, техногенных и природных катастрофах. В качестве передатчиков ученые предлагают использовать обычные смартфоны и другие мобильные устройства, такие как планшеты, гугл-очки, блютуз-маячки. Они самостоятельно будут объединяться в сеть и позволят передавать данные от текстовых сообщений до потокового видео на любые расстояния. Ученые уже провели необходимые исследования и на практике смоделировали распространение сигнала в условиях катастрофы. Разработку поддержали Министерство образования и науки России и Национальный научный фонд США. Мы занимаемся маршрутизацией в децентрализованных сетях. То есть, когда у вас мобильные устройства, могут общаться друг с другом на значительных расстояниях без инфраструктуры сотовой связи. Мы сначала пытались на андроиде сделать. Один сотовый телефон работал так, другой по-другому, и понадобилось переписывать. Затем мы решили реализовывать на универсальных решениях. Поэтому мы приобрели вот такие приборы, с помощью которых мы делаем универсальный андроид, то есть универсальный смартфон. Людей, у которых сотовые телефоны очень много. У нас получается, что сотовые телефоны, люди с сотовыми телефонами, с беспроводными устройствами, они покрывают территорию. И для того, чтобы связаться с двум человеком с сотовыми телефонами, просто остальные телефоны у людей, которые находятся между абонентами, они начинают передавать эту информацию. Смартфоны все находятся на равных. То есть все устройства, в принципе, находятся на равных и могут общаться между собой. Но нужно понимать, что устройства, находящиеся более чем в 100 метрах, общаться между собой не будут просто из-за ограничения среды. То есть они не слышат друг друга по Wi-Fi. Но они могут общаться между собой через посредников посередине, между ними. И вот с одинаковым количеством переприемов можно там пойти через Колик, через Петю и через Васю. Вот таких вот путей их, как правило, ведь люди же расположены достаточно кучно. Путей может быть несколько. И вот наши методы позволяют вычислять все возможные пути. Языковой онлайн-переводчик Яндекса оснастили усовершенствованной гибридной системой перевода. Теперь наравне со старыми статистическими алгоритмами будут использоваться нейронные сети. Сообщается, что гибридная система берет лучшее от каждой модели перевода. Искусственный интеллект учитывает контекст и тем самым лучше справляется с целыми текстами и предложениями. В то время как статистическая модель с редкими словами или оборотами. Стоит отметить, что пока улучшенная система работает только для переводов с английского на русский. Но в ближайшие месяцы планируется расширить список доступных языков. Уверены ли вы в безопасности вашего пароля? В том, что вас не взломают и содержимое вашего телефона или компьютера не станет достоянием общественности. Оказывается, почти треть россиян использует простейшие пароли, которые очень легко взломать. Типа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, а также имя, фамилия человека. Самое странное, что такие пароли используют не только в соцсетях, но и для банковских карт. Такие вот незамысловатые коды взломать проще всего. Хакеру средней руки понадобится не больше нескольких секунд. Для того, чтобы обезопасить себя, специалисты предлагают никогда не использовать дату своего рождения, как и, впрочем, любую другую ключевую дату. Кроме того, необходимо исключить из пароля слова, то есть использовать набор несвязанных букв. Гораздо эффективнее будет, если вы придумаете чередование прописных и строчных символов. Кроме того, категорически не рекомендуется пользоваться одним и тем же паролем на разных сайтах, в социальных сетях или банковских счетах. Думаете, только котики правят миром? Тогда взгляните на этого милейшего ежика, который не оставит равнодушными даже самых черствых людей. Ежик Азуки – японская знаменитость, но поклонников в своем инстаграме он собрал со всего света. Этот малыш прославился благодаря своим фотографиям, на которых он позирует в костюмах, принимает в ванну или ему делают массаж. Теперь же Азуки решил сменить домашний уютную обстановку и отправиться в поход с палаткой, мангалом и лодкой. Глядя на его фотографии, невозможно не удивиться, как это крохотное создание меняет выражение мордочки во время еды, добывания дров и в минуты своего отдыха. Складывается впечатление, будто это настоящая жизнь животного, а не постановочные фото. Его милота в прямом смысле зашкаливает, и благодаря этому на его инстаграм подписано более 170 тысяч человек с разных уголков планеты. На сегодня все. И помните, друзья, главное, чтобы интернет приближал вас к миру, но не отдалял от жизни. Мы всегда рады вашим лайкам, комментариям и репостам. Подписывайтесь на наши странички в социальных сетях. Интересные фото, актуальные новости и телевизионная кухня. Итак, наш сайт, твиттер, инстаграм, группа вконтакте, фейсбук и канал на ютубе. А теперь мы есть и в телеграм. И не скромно хвастаюсь, но все же на ютубе у нас уже 15 миллионов просмотров. Напоминаю, что вы можете скачать приложение Самара Гиз на свой телефон или планшет. Программа доступна как для Android, так и для iOS. Смотрите нас онлайн в любое время, в любом месте. Не забывайте присылать свои интересные новости в наши группы. Всем лайк. Пока. Все, кино не будет. Электричество кончилось.